Сложно придумать что-то более субъективное, чем музыкальный вкус. Но несмотря на это, всю мою жизнь вокруг все это обсуждают. Говорят о совсем плохом музыкальном вкусе, где вот прям кринж, который не лечится. Есть какой-то среднячок терпимый, а есть прям элита. И вместо того, чтобы обсуждать самую нижнюю прослойку и ставить диагнозы, сегодня человек без музыкального образования и музыкального опыта будет рассказывать вам, как же улучшить ваш музыкальный вкус. Здрасте, вы на канале Сейна. Минутка откровенности. Мне сейчас, товарищи, очень нелегко живется. Обеспечить себя в Нью-Йорке дело непростое, но знаете вот о чем я никогда не жалел? О том, что однажды решил зарабатывать творчеством и потом очень долго не сдавался. Не могу представить, что я бы прошел и четверть своего пути на какой-нибудь скучной работе, даже если ну очень стабильной. И особенно приятно, когда твои скиллы могут оценить в том числе и за границей. Притом спрос на творческих специалистов и особенно в медиасфере год от года только растет. Если вам интересна работа с визуалом, но еще нет опыта в профессии, есть отличный вариант попробовать. Школа дизайна Udive School открывает бесплатный доступ к курсу по веб-дизайну с личным наставником, где за пять дней вы узнаете основы дизайна и сделаете себе портфолио из четырех работ с живой поддержкой и разбором каждого вопроса. Кстати, для стартов профессии веб-дизайна совершенно не обязательно уметь рисовать или знать языки программирования, а еще веб-дизайн открывает вам двери в мир фриланса или работы в престижной IT-компании, то есть дает возможность самостоятельно выбирать свой график, уровень дохода и направленность работы. На курсе вы с нуля освоите программу Figma, научитесь работать с контентом, создавать анимации интерфейса и работать с композицией. Ну и конечно же сможете брать свои первые заказы. Многие студенты во время обучения начинают зарабатывать, потому что прямо на курсе успешный фрилансер расскажет вам, как найти первых клиентов, и зарплата начинающего специалиста в среднем стартует от 80 тысяч рублей. Трудно придумать лучший вариант ознакомления с профессией, чем короткий интенсивный курс, в который включены максимум практики, куратор, поддержка и все возможные инструменты и кейсы по заработку в профессии, которую вы потом сможете использовать как источник дополнительного дохода, так и как основной род деятельности. Насчет выбора школы можете не переживать. Udive School выпустили более 7 тысяч студентов, и прямо сейчас на экранах вы видите реальные работы студентов бесплатного курса. После начала курса вас ждет подарок. Гайд по 30 нейросетям с простыми инструкциями, чтобы ваши навыки стали еще актуальней. Не упустите возможность, места на бесплатный курс ограничены, так что переходите по ссылке в описании и забирайте доступ ко всей базе знаний для стартов профессии и личной поддержкой куратора за 0 рублей. Возвращаемся к ролику. У этого видоса есть предшественник. В нем я рассуждал, как вернуть интерес к музыке. И если у вас ситуация, что вот ваш плейлист давным-давно стоит на месте, то после того, как посмотрите этот ролик и надобавляете себе всякого в плейлист, посмотрите предыдущий, настоятельно рекомендую, 100% что-то вас вдохновит. Но, по-моему, единственным настоящим критерием появления плохого вкуса в чем угодно, что в кино, что в музыке, что в литературе, является необразованность и незнание. Поэтому хочется похвалить всех, кто уже включил этот ролик, потому что самое главное вы уже сделали. Вы уже заинтересовались. И вместо того, чтобы в очередной раз искать кеки в ТикТоке, реально слушаете вот эту вот мою занудную душнину. Спасибо вам за это большое. И действительно, в большинстве случаев потребителями вот самой ширпотребной музыки и других продуктов культуры становятся именно люди, которые ничего лучше не видели. И это выбор первого, что дают. В принципе, даже с ресторанами то же самое работает. От этого же образуется ситуация, что, как правило, вот на самой вершине, вот эта вот самая главная элитная прослойка над всем остальным искусством для широких масс находится музыка для музыкантов, кино для киношников, машины для автомехаников и так далее. То есть то, что нравится наиболее погруженным в сферу людям и, соответственно, написано одними музыкальными задротами для других музыкальных задротов. Ну, опять же, неудивительно, что это не слушает массовый слушатель, потому что, ну, сложновато, непонятно. То же самое вот недавно вышел фильм Poor Things, который на русский перевели как «Бедные и несчастные». Я посмотрел, ну, скорее с удовольствием, но я абсолютно понимаю, что широкий зритель будет от этого плеваться, просто потому что действительно очень многое там сделано, как такой вот киношный внутрячок. И он, ну, слишком внутряковый местами. И здесь же хочу сказать пару слов тем, кто жалуется, что в последнее время стало меньше контента про музыку. Непостоянные подписчики можете промотать по тайм-кодам. Так вот, основная причина в том, что вы этот контент не смотрите. И я ни в чем вас не обвиняю, так сложилась ситуация. Ну, действительно, ведь большая часть новостей из музыкальной индустрии в России сейчас, это как кого-то закрыли, посадили, отменили, заставили извиняться. И, по-моему, это позор, и мне очень больно на это смотреть. Но я не вижу в этом все-таки материала для контента, потому что у меня не новостной канал. При этом, безусловно, в России продолжают появляться новые исполнители, но самые громкие из них и рождающие инфоповоды, все-таки они для подростковой аудитории, и это либо какой-то новый поп-панк, пост-панк, либо новый рэп, но вот, например, там какой-нибудь All Black 52. Или назовите еще пару исполнителей, которые вот появились и хайпанули за последнее время. Ну, не могу сказать, что плохие исполнители, но также материал на 30-минутный ролик я про них набрать не смогу, и, да, честно, мне неинтересно просто. А про то, что мне интересно, без инфоповода никто смотреть не будет. Яркий пример ролик про Jay-Z, который даже до 30 тысяч просмотров дойти не может, несмотря на то, что ролик получился такой классный, что его даже скиллс репостнул, за что ему большое спасибо. Действительно, один из лучших моих видосов, но просто вот ни с хуя про Jay-Z смотреть не готовы. Опять же, могу понять, почему так происходит. Поэтому видосы про музыку будут выходить, либо когда я придумаю классную тему, либо когда вот совпадут обсуждаемость этого и интересность мне. Собственно, поэтому часто выходят разборы про Мирона, потому что это вот лучший из двух миров. Собственно, если вы считаете, что что-то интересно, обязательно пишите это в комментах, и если комментов будет достаточно много, и я убежусь, что я не обосру себе статистику, при этом стараясь в месяц ради этого видоса, то с удовольствием сделаю ролик про какого-нибудь нового исполнителя. И не могу не упомянуть, как же меня раздражает. Спустя столько лет на ютубе, в том числе мои подписчики, реально до сих пор делят музыку на жанры. Это просто невозможно. Там тоже это влияет на мои просмотры, но это не главная проблема. Но вот вы, может, не догадываетесь, но реально вот дропаешь ролик про рэп, люди пишут, ой, рэп говно, я металл слушаю. Дропаешь ролик про металл, ой, металл говно, как можно слушать этот тор. Люди закрыты от новой информации. И вот это вот причина херового музыкального вкуса. То, что вы заперты в одном каком-то звучании и не даете ничему новому к вам прийти. И опять же, я прекрасно понимаю, что у большинства людей музыкальный вкус сформировался в старших классах и оттуда никуда больше не двигался. И, во-первых, это делает вас, мои дорогие, совершенно уникальными. А во-вторых, мне кажется, это отличная стартовая точка для развития музыкального вкуса именно впустить в вашу душу что-то новое и залезть в жанры, в которые вы до этого не залезали. Поэтому сегодняшний видос я сделал именно в таком духе. Тут я накину вам миллион разных рекомендаций в разных жанрах. Специально постараюсь накинуть в большинстве случаев нестандартных представителей этих жанров, чтобы у вас не включалось вот это вот стереотипное мышление. И если вы слушаете жанр, о котором я говорю, то, скорее всего, большую часть исполнителей вы будете знать. Но суть именно в том, что вы заглянули в жанры, в которые вы не слушаете, потому что я вам гарантирую, это у вас образует новые нейронные связи. Вот недавно вычитал, что люди, которые регулярно разговаривают на двух языках, у них на пять лет позже наступает старческая деменция, потому что мозг больше и активнее работает. Вот с жанрами, клянусь вам, то же самое. Я известный химкинский ученый на себе проверял. И чтобы не запирать вас один на один только с моим музыкальным вкусом, в каждом из жанров будет дополнительная бонусная рекомендация от автора канала Пустое множество и по совместительству моего монтажера Никиты Бердникова, который, собственно, ведет замечательный канал про концептуальное кино, а еще и аниме и будет накидывать вам песни, в которые особенно крепко можно влюбиться, конечно же, если посмотреть фильмы, в которых они играют. Всем привет! Сегодня я покажу вам несколько замечательных саундтреков из фильмов, а также расскажу о сценах, где они звучат и как они передают настроение. Эти песни глубоко в моем сердце. Надеюсь, понравятся и вам. Приятного просмотра! Первый жанр это рок и инди, и первый же исполнитель, которого я здесь порекомендую, это группа White Stripes. Дуэт брата и сестры, которые делают звук, вот в первую очередь, интересный именно своим подходом. Есть замечательная документалка, в которой встретились три разных гитариста, один из которых был Джек Уайт, собственно, солист и гитарист White Stripes, и он там делал гитару из говна и палок буквально. В этом, собственно, и состоит основной принцип написания музыки White Stripes. Вот до всех этих рэперов, которые делали короткие песни там в одну минуту, Джек Уайт делал то же самое, только у него еще и вместо бита был только стучащий барабан. Вот, прикиньте, песня, в которой есть только вокал и ударка, и она все равно клевая. И эта фишка White Stripes, которая распространяется на всю их музыку, она, ну, не то, что прям примитивная, но относительно другого ракешника, она простая, но при этом очень хитовая. Мне супер нравится, как пишет Джек Уайт, и если супер долгие соляки, какие-то вот завывания не для вас, и это то, что вы не любите в рок-музыке, и то, что вас отталкивало, послушайте White Stripes. Это именно хитмейкерство в смысле, которое лично мне очень нравится, настоятельно рекомендую. Дальше группа Тоя, или Тои, и вообще Матрок. Если вы никогда про это не слышали, то Матрок это самая задротская вот ветка развития ракешника, которая ушла действительно к каким-то сверхразумам, мегабрейнам с головой полтора метра в диаметре, которые все вот, что хотят вложить в свою музыку, это в первую очередь ее переусложненность, полиритмия, с трудом сочетающиеся с друг другом вот инструментальные партии, темпы, действительно очень сложная музыка, если никогда не слышали, то первое время вам может будет сложновато, но у меня вот был момент тоже в Нью-Йорке после того, как я наслушался рэпа, мне в какой-то момент совершенно расхотелось вообще слышать слова и навязчивые мелодии, а захотелось именно какую-то музыку, которая вот будет увлекать мое сознание, но при этом не слишком его тревожить, знаете, не отвлекать на себя слишком много внимания, но при этом и не быть совсем простой, как какой-нибудь там лоу-фай хип-хоп и уникальность самого жанра состоит в том, что мне кажется музон подобной сложности можно найти только там в каком-нибудь джазе или в классической музыке и то на каких-то специфических поджанрах наверное классической музыки, поэтому само по себе явление уникальное, если вы не знакомы настоятельно, советую познакомиться. следующим пунктом идет радиохэт и вы наверняка про них слышали, но возможно думаете, что это очередной заунывный инди-ракешник, каких очень много, но на самом деле это самый главный заунывный инди-ракешник, потому что именно они определили звук всего остального вот этого, тут даже жанром не назвать, скорее история про настроение и про работу со звуком, которую задали радиохэт, вот просто половина 21 века на этом основана, и если вы вот прям вслушаетесь, вы после этого начнете видеть очень много где референс радиохэда, и даже следующая группа, которую я порекомендую, она именно вот такой вот и является во многом на вот этой радиохэдовской философии основанной, и я сам очень долго их не выкупал, знаете, вот нужно как-то дойти иногда до группы своим моральным состоянием и эмоциональным музыкальным интеллектом дорасти, собственно, радиохэд это именно такая история, у меня был в Тбилиси период, когда я скачал себе их на плеер, включил в очередной раз, и это была любовь очень надолго, песню параноид андроид я переслушал просто миллиард раз, настоятельно вам рекомендую, ни с чем не сравнимая атмосфера, ни с чем не сравнимая работа со звуком, с шумами, и если вам не влом, и вы действительно вот интересующийся человек, то не поленитесь, посмотрите обзоры и разборы на альбомы и треки радиохэд, притом лучше на английском, для вас-то тоже откроется совершенно новой стороны, потому что и какой-то подтекст и посыл, и опять же работа с музыкой самой по себе и их дальнейшее влияние это совершенно удивительная вещь, настоятельно рекомендую. Моя первая рекомендация это группа The Cure, пожалуй, самая классическая группа, если мы говорим об альт-роке, и саундтрек к фильму Ворон Burn. Блин, у меня столько эмоций к этому фильму, я впервые посмотрел его в 14 лет, я тогда любил слушать металл, ходил уже с длинными волосами в школу, и тогда, когда я его посмотрел, я так вдохновился этой мрачной готической эстетикой, что вообще полюбил эти кладбища, и еще больше полюбил металл, но также открыл для себя группу Cure. Известный достаточно факт, что Виктор Цой из группы Кино вдохновлялся очень сильно именно группой Cure, когда вообще делал свою музыку. А что касается саундтрека Берн, он был написан буквально за два дня фронтменом Робертом Смитом, потому что ему очень понравился фильм, идея фильма Ворон, ему понравился сценарий, и он был фанатом комикса. Так вот, сцена, когда проигрывается саундтрек, хоть его и на самом деле немного, это сцена экспозиции, когда главный герой восстает из могилы, приходит в свою старую разрушенную квартиру, вот эту мансарду с круглым окном, откуда виден весь мрачный готический город. Он видит маску вот этого клоуна печального пьеро, разбивает зеркало в гневе, и начинает преображаться в Мстителя. Хочется, знаете, сразу забраться на небоскреб в Нью-Йорке, но я живу не в Нью-Йорке, в отличие от некоторых, и сказать про себя, что этому городу нужен новый герой. Далее Мьюз. Тоже не знаю, насколько с ними знакомы совсем зумеры, но вот люди из моего поколения, дофига кого я знаю, кто был именно не просто фанатом Мьюз, а прям помешанным на них, и не просто так. Референсов радио хэд там действительно много, и отчасти атмосферка, и какое-то вот тоже ощущение, оно рифмуется, но при этом главная заслуга Мьюз, это, конечно, космический звук. И если для вас космический звук это просто пиликанье на синтезаторе, то вот нет, действительно, эксперименты Мьюз именно вот в создании ощущения какого-то вот космоса, иначе не скажешь, они зашли в этом дальше, чем кто-либо другой когда-либо, и уникальность Мьюз и неповторимость состоит именно в этом. Поэтому, если никогда не вслушивались, то какие-нибудь песни типа Uprising или Supermassive Black Hole, они могут снести ваше сознание, если вы будете достаточно к этому готовы. Следующая группа, возможно, наименее активная из тех, что я вообще сегодня упомяну, это группа Dead Man's Bones, и у них есть удивительная фишка. В ней играет Райан Гослинг. Я не шучу, реально вот стоит с гитарой на сцене, настоящий. Притом, как неудивительно, не знаю, что вы там думали про какое-то душевное состояние Райана Гослинга, но, судя по всему, оно довольно-таки мрачное. Действительно, песенки своеобразные, все, ну, грустно, это слишком простое описание для этих треков, они именно мрачно, тоскливо, гнетущие, но, сам по себе факт его участия в бенде, он очень клевый, и при этом, ну, музыка непосредственная, и там есть на что посмотреть, есть во что вслушаться, и действительно клево, что проект совершенно не старается быть популярным, каким-то массовым, и нет такой темы, как там с Джаредом Лето и 30 Seconds to Mars, что это все-таки музыка, которая была на волне в тот момент, здесь абсолютно вне любого мейнстрима, и видно, что сделано от души, с душой и в ваши души. Миша рассказал про Райана Гослинга, который играет в группе, я буду рассказывать про грустного и очень молодого Райана Гослинга в фильме Останься, и саундтрек в этом фильме был Massive Attack Angel, конечно, Massive Attack это максимальная база трип-хопа, лично для меня это самая прекрасная и мрачная музыка. И в сцене, когда играет эта песня, она происходит в Тептис-клубе, где герой в очень вообще ужасном моральном состоянии, у которого какие-то галлюцинации, ну, все это завязано, конечно, с главной идеей фильма, которая немножко запутанная, ну, и сам, конечно, саундтрек очень вообще разъебный справедливости ради, в принципе, вся музыка Massive Attack, обожаю песни Райзингтон, обожаю песни Teardrop, которая, кстати, играет в опенинге Доктора Хаоса, прекрасного сериала, которого все знают, или замечательная еще песня Little Spirit, Weatherstorm, или Dissault Girl, которая звучала, кстати, в Матрице, но и отдельно, пожалуй, в целом, про всю музыку Massive Attack, я хочу добавить, что это та музыка, которая вводит в транс, в такой транс, из которого вы, пожалуй, уже никогда не выйдете, если послушаете это впервые. На этом рок-инди рекомендации мы заканчиваем, и следующий бэнд и жанр, который он представляет, я не стал вносить ни в одной из жанровых подборок, назову его совершенно отдельно, но не порекомендовать не могу. Это группа Portis Head и жанр Trip Hop. Замечательный гитарист Палк Павел Зведран говорил, что нет лучше музыки для российской зимы, чем Trip Hop, и я с ним согласен на 200%. Как раз таки прошлой зимой, несмотря на то, что я ее проводил не в России, я стал просто одержим Trip Hop'ом. Вот если у вас тоже бывает такое, что иногда наступает какая-то фоновая тоска, то есть не то, что вам прям постоянно грустно и плохо, но вот как-то жизнь именно начинает давить, и вам хочется как будто вот, чтобы музыка сочеталась с этим состоянием, чтобы как будто то, что вы слушали, оно не то, что прям вот сверкало и хуярило драмой, пробивая вас на слезы, а именно было в какой-то такой же текучей меланхолии, то Trip Hop это то, что я настоятельно вам рекомендую посмотреть, погрузиться. Я буквально целыми днями ходил с этим Trip Hop так, что у меня там в топе Spotify за год в итоге он в топ жанров вошел, потому что очень много времени я этому жанру отдал, плюс тоже там это какие-то активные песни ты пару раз послушал и уже заебывать начинает, здесь можно жить в этом и отлично себя чувствовать. Следующий жанр это рэп и тут друзья дорогие вы мне кажется просто джекпот ловите, потому что я в двадцать четвертом году все еще не люблю автотюн. Вот сколько всего уже было, сколько даже песен ЛСП мне нравилось, ну немного справедливости ради, но все равно я так и не привык, у меня до сих пор вот в плейлисте почти ничего автотюнового нет и опять же следуя концепции этого видоса я пытался засунуть вот в эту подборку рэп-исполнителей, который вот человек, который не сильно погружен вообще в рэп, он не представляет при слове рэп, вот все, что вы худшее представляете при слове рэп, я попытался сюда не включать. Первый исполнитель это Джей Кол, который разорвал все, что мог на западе, как раз таки проповедуя не самый стандартный для современности подход. Он, что называется, лирицист, то есть супер текстацентричный исполнитель, который завоевал свою популярность вот в век одноминутных бенгеров именно своими дип лирикс, то есть вот огромными полотнами каких-то душевных переживаний и всего такого, и конечно гораздо лучше, если вы знаете английский, понимаете, о чем он читает, потому что тоже тематически, даже просто с точки зрения задумок и каких-то вот идей для песен, которые он берется обсуждать внутри трека, это удивительно на самом деле, насколько комплексные и серьезные штукенции человек умудряется в рэп засовывать, опять же, когда как будто сейчас не особо кому-то это надо, как выясняется, надо, на это есть большой спрос. Чел заработал там просто бешеные миллионы долларов на весь мир известный артист, но даже помимо того, чтобы вот погружаться в его тексты, в принципе, это клевое современное рэп звучание, это и не какой-то устаревший бум-бэп, и при этом не Трэвис Скотт, Янг Таг, и вот все остальные, которые, возможно, вас раздражают. Если не раздражают, то замечательно, но так или иначе Джей Колла настоятельно советую заценить. Далее советую G.I.D. И главная, по-моему, крутость этого исполнителя в том, насколько клево он строит. Вы наверняка слышали вот этот трек, который сейчас вирусится в ТикТоке. И как раз в тему развития музыкального вкуса и разного знания, когда послушаешь G.I.D., после этого включаешь почти любой рок и метал трек и понимаешь, что пропасть разницы в работе со словом она просто необъятная. То есть, вот что меня больше всего поражает, это когда люди слушают рэп, в котором текст неинтересно построен, здесь я вообще смысла особо не вижу, но G.I.D. это именно пример вот этого самого превосходства рэперов над другими музыкантами, как людей, которые абсолютно сосредоточены на работе со словом. Именно то, как вот спустя столько лет вот всех этих тараторок, всех этих фастфлоу, всех этих слоуфлоу и именемов, текнайнов и всего такого, G.I.D. продолжает создавать именно суперинтересную структуру текста, и лично мне, и как сонграйтеру, и как просто любителю всей вот этой вот драчбы, очень интересно это слушать, поэтому тоже, если вам рэп кажется в основном скучноватым, то очень рекомендую его заценить. На следующей строчке я расположил сразу двух исполнителей, это DopeDOD и NECRO. Оба это специальный вот подарочек в этой подборке для тех, кто любит крики оры, и для них в рэпе не хватает вот как раз агрессии. Справедливости ради, еще парочка исполнителей в этом списке будут в ту же топку, но именно DopeDOD это отец вот этой вот хуйни, потому что Сидоджи, Дубащит и Грязный Рамирес в свое время откровенно вдохновлялись именно его звуком. И если вам в рэпе не хватало кого-то, кто будет именно так рычать, что как будто микрофон сейчас схавает, то настоятельно советую и явно именно вот вдохновение какой-то вот этой митольной брутальностью как будто там просвечивается. Музон старый и че уж откровенно говоря устаревший, но если вы никогда не слышали, возможно заинтересуетесь. К Некро относятся все те же самые слова, только он ну тоже откровенно говоря гораздо менее оригинальный, но мне вот из-за вышеназванных причин зашел и следующее, я не помню, я это упоминал именно в видосах или только на стримах, но чувак засемплил Металлику. Поэтому если вы едете с другом в машине, но один из вас любит только трэш метал, а другой только олдскульный хип-хоп, то один трек Некро как минимум поможет вам договориться, хоть и ненадолго. Следующий исполнитель, которого рекомендую, это Дензел Карри, и здесь у меня нет прям столько рациональных объяснений, почему именно я его рекомендую. Честно, мне просто нравится, как он пишет, нравится, как он делает и хуки, и куплеты. То же самое к нему можно отнести вот эту вот агрессию, потому что в кричащей и долбящей стилистике он работает очень круто и профессионально, но именно вот когда я говорю про диапазон, я имею в виду, что он силен не только в этом, а в том числе такие легкие пляжные хиты у него тоже получаются отлично, и, ну, знаете, у меня вот лично часто бывает такое, что я слушаю какой-то рэп-трек, и вообще не понимаю, что здесь кому-то нравится, то есть вот и припев какой-то не припев, и куплет какой-то не куплет, вообще хер его знает, в случае с Дензелом Карри это именно хит-мейкерство, которое я крайне уважаю, плюс чувак мега техничен, мега разнообразен, и вообще большое имя в современном хип-хопе. От одного упоминания следующего исполнителя у любого настоящего фаната хип-хопа сердечко сначала замирает, потом начинает колотиться быстрее. Это легендарный MF Doom. Вы наверняка где-то видели эту маску, и если вы никогда не были знакомы с его творчеством, то зацените, хотя справедливости ради очень высокая вероятность, что вам с первого раза не зайдет. Я его включаю в эту подборку как пример уникальной работы со словом, и именно вот чем хорош андеграунд, тем, что он может не пытаться никому понравиться, и MF Doom это самая вершина подобного отношения. У чувака свой очень сложный стиль стихосложения, свой очень специфический взгляд на то, что такое попадать в бит исполнитель, заслуживший свою легендарность именно за счет того, что всю жизнь до самой смерти, несмотря ни на что, ни на чарты, ни на алгоритмы, ни на что-либо другое, гнул свою линию уникального, для многих раздражающего стайла, который, тем не менее, стал классикой и просто иконой для огромного количества современных рэп-исполнителей, реально одна из самых уважаемых фигур, и вот когда вы прицените МФ Дума, вам тоже будет странно после этого слышать какие-нибудь рэп-треки в полторы-две строчки, когда тоже предшественником этого служила вот настолько сложная и своеобразная музыка, которая до сих пор звучит как что-то о, ни хера, и так можно. И последний, кого в этой голове порекомендую, это Red Z. Он, кстати, чех, ваш брат славянин, и, откровенно говоря, он все-таки не настолько крутой, чтобы прям стоять в одном ряду с МФ Думом и Дензелом Карри, но, тем не менее, по-моему, отличный пример того, что происходит, когда чувак, который искренне любит рок и метал, берется за рэп, потому что он сохраняет очень много элементов этого в своей музыке, несмотря на то, что, да, он в основном пишет простенькие бенгеры, но иногда он на припеве сводит свой голос как будто бы так, чтобы стать один в один Оззи Осборном. Поэтому для многих, кому нужна какая-то промежуточная ступенька между жанрами, возможно, Red Z именно вам понравится, к тому же, что, ну, действительно, бенгеры у бенгера стреляют и припевы прокачивают. Чувак именно в том, чтобы писать вот заходящую музыку, очень хорошо он тренировался, надрочился и из своей маленькой Чехии ездит по всему миру, читает на английском и вообще респект таким славянам. Далее у нас металл и вот тут-то мы сейчас развлечемся. Те, кто внимательно смотрели мой канал для этого и металл любят, скорее всего, очень многое для вас повторится и, скорее всего, большую часть из этого вы знаете, но, опять же, вам нужно было быть внимательнее на других жанрах, поэтому сидите и слушайте. Первое же группа Праймус. Капец, как я люблю группу Праймус. Основная фишка в том, что и солист, и главный гитарист это бас-гитарист Лес Клейпул, который абсолютная легенда бас-гитары, просто вот альфа бас-гитарист, который, ну вот, если у вас есть любимый бас-гитарист, можете его посравнивать с Лесом Клейпулом, и не факт, что ваш любимый окажется круче этого, потому что есть знаменитая история про то, как Клейпул пробовался попасть в металлику, на что ему сказали, что нет, чувак, ты слишком круто играешь для нас, это too much у тебя скилла, и кончилось тем, что он создал собственную группу, в которой вот главенствующую роль, пьедестал, занимали бас-партии, и по-моему, это просто восхитительно, то есть вот из всего металла, который все-таки часто переваливается в сторону соляков и вообще высоких звуков, здесь все сосредоточено на интересных ритмических рисунках и сложных партиях, и тоже очень интересно слушать, как периодически ты слышишь у них вот какой-то запил, и понимаешь, что в любой обычной группе звучало бы с точностью да наоборот, то есть тут как будто просто гитара и бас-гитара поменены местами, и для меня это в свое время стало просто не просто любимым бэндом, а бэндом номер один, я, наверное, год без остановки постоянно слушал Праймус, потому что очень своеобразная штукенция, опять же, показал мне их Паша Зведран, за что ему огромное спасибо, действительно, по сей день одна из моих любимых групп, совершенно уникальная фиговина. Конечно, из-за этой сосредоточенности остальные элементы музыки, можно сказать, отстают, и там вот в Праймус вам точно не за вокальными партиями идти, он в некоторых песнях вообще не поет, а просто говорит и прикрикивает, но, опять же, если вы басуху любите, или если вы просто хотите вот что-то по-настоящему необычное услышать, Праймус, по-моему, вот по сей день, один из самых неповторимых, уникальных и мега крутых бэндов, обожаю. Предупреждаю, сейчас будет банальный пример. Не настолько, хотя, может, нет, все-таки у нас металл, но, в самом деле, пример очень банальный, это Led Zeppelin и Immigrant Song, который был саундтреком в фильме Шрек. Хотя, он там звучал совсем немного и был сэмплирован вроде с другой песней, а также эта песня была саундтреком в фильме Тор Рагнарёк. Мне не особо интересен Марвел, но мне нравится скандинавская тематика и вообще музыка Led Zeppelin, по которой я очень давно фанатею, только некоторые песни у них такой скандинавской тематикой, особенно самая известная Starway to Heaven, кто ее не знает, но Led Zeppelin это практически классическая рок-группа, метал-группа с элементами фолк. Песни, которые одновременно являются и лиричными, и с очень классной кульминацией, и некоторыми разъемными моментами, и для самых настоящих древних русов под славянские зажимы яйца, в общем, музыка Led Zeppelin нереально подходит. Следующим пунктом идут Rage Against The Machine и, по-моему, это самые крутые представители рока-рэпа в до-линкинг-парковскую эпоху, да, честно говоря, и с ней вместе, потому что при всей любви что к Лимбискету, что к Лимкинг-парку, именно ту уникальность музла, которой достигли Rage Against The Machine, по-моему, никто так и не приблизился. Все почему? Потому что гениальный Том Морелло. Этот гитарист, который издавал абсолютно все гитарные звуки, кроме обычных. То есть просто каким образом написаны вот эти вот суперхитовые рифаки, иногда просто удивительно посмотреть до сих пор. Том Морелло абсолютно икона в мире гитаристов и если вам вот обычный металл не нравится, то посмотрите на необычный. Ну и плюс ко всему коповая читка и вообще читка тоже, по-моему, рождает очень интересное сочетание. Местами по современным меркам бывает скучновато, но если вы способны этому вот вайбу и качу отдаться, то поверьте, он вас крепко-крепко отнимет, не будет отпускать до того момента, как не оставят вас в бешеном моши, где вас раздавят нахер, но вы будете этому очень рады. Супердвижовая музыка, сложно придумать что-то лучше для выплескивания энергии. Далее группа Tool и ну безусловно это музон скорее для продвинутых, то есть я думаю, что все-таки неподготовленный человек, который ничего подобного никогда не слушал, он может даже и не поймет в чем там особенность и в чем там фишка, кроме того, что песни супердлинные, но этот коллектив в первую очередь уникален тем, что все, что в нем есть и все, что с ним связано, это невозможное задротство. Каждый музыкант задрот капец, иллюстрации, какой-то лор, внутри этого задротский пиздец, тексты пиздец, у кого еще вы найдете песни про похищение инопланетянами. Песня, основанная на стендап-куске Билла Хиггса о том, что Калифорнию нужно полностью затопить, чтобы стереть грех с лица Земли. У меня выходил большой ролик про Тул, как раз тем самым Паша из ведраном, и, по-моему, это один из крутейших роликов на моем канале, но в первую очередь из-за материала, с которым приходится работать, потому что реально Тул-группа, про которую просто берешь, начинаешь рассказывать, сам неизбежно начинаешь вдохновляться, восхищаться и охуевать с этого, и, конечно, во всех мельчайших деталях. Тул-это безумно проработанная, продуманная, даже перепродуманная штукенция, с которой настоятельно рекомендую ознакомиться всем, кто любит в музыке копаться. Далее группа Blind Guardian, и это просто квин в мире металла. То есть немцы тоже задротистые, но не в том смысле, что Тул, а в каком-то классическом музыкантском смысле. Если вы хотите от металла услышать не просто оры-крики, а именно вот музыкантов с самой большущей буквой М, то Blind Guardian это ваша тема, это просто вот, знаете, есть рок-оперы, да, метал-оркестры, это все про Blind Guardian. Могу для вас порекомендовать песню And There Was A Silence, которая там чуть ли не 16 минут длится, и просто, ну я не знаю, мне кажется, эту песню года четыре писали, чтобы в ней все сошлось и сыгралось, совершенно восхитительно, при том тоже, если с Тулом есть какой-то барьер понимания, то здесь никакого барьера нет, мне кажется, это всем понятно, это просто очень хорошая и очень качественная музыка, и вот знаете, как там, если ребенку в детстве Моцарта включать, то якобы он там каким-то умным вырастет, если вы прицените Blind Guardian, то дальше тоже можете уже на Баха и Бетховена переходить. Ну ладно, я утрирую, просто мне нравится. И следующее и последнее в этой главе это группа Typo Negative. Тоже Паша Зведран привет, мы с ним собираемся миллиард лет сделать видос про эту группу, мы бы однажды сделаем, и самое уникальное, что в этой группе есть, это безусловно голос солиста. Питер Стилл как будто имеет гортань шириной метр и глубиной метров 18, просто человек всегда поет из колодца и один этот голос, вот если вас подобное привлекает, зацените там одну-две их песенки и если вам само по себе это заходит, то вы вряд ли найдете где-то еще что-то подобное. Человек уникальный, что генетически, что с точки зрения его нелегкой судьбы, про которую тоже можете почитать, поинтересоваться, там очень много и борьбы с лейблами, и борьбы с наркозависимостью, и вообще человек, на которого можно равняться, который там в свои самые лучшие годы, когда все его друзья шли бухать и нюхать, он шел качаться, это его, конечно, тоже не спасло от печальной судьбы рок-звезды, однако, тем не менее, вообще удивительная персона, при том тоже там в какой-то момент альбомы становились все мрачнее и мрачнее, и несмотря на то, что жалко этого добряка, музыке это пошло только на пользу. Кстати, патриотичный приколдес на обложке одного из альбомов Распутин, как вам? И на этом мы заканчиваем с волосатыми мужиками и переходим к лысым мужикам в куртках и кепках Nike и иногда еще модными перчаточками, в которых они делают вот так вот. И да, это пункт грайма электроника, потому что, ну давайте не строить иллюзий, все-таки все это, вот все предыдущее и весь мой канал основан все-таки на моем вкусе, я не сверхчеловек, который слушает вообще все, поэтому рекомендую я только то, что по-настоящему знаю. Так что, если у вас в голове сейчас есть, а там стопудово есть, я вас знаю, 250 вариантов того, что еще можно порекомендовать людям, которые вот про какой-то жанр думают только стереотипно, но оно может дать им новый взгляд на этот жанр, то обязательно пишите это в комменты, помогите мне в этой священной миссии. А теперь переходим к грайммси. Единственное, еще сделаю важную оговорочку, что почему грайм и электроника, потому что грайм исходит не из рэпа и хип-хопа, а из электронной музыки. И, собственно, это разделение я сделал именно потому, что вот я понимаю, что, возможно, некоторые исполнители из этого списка не совсем грайм, но как это обозвать, я не знаю, и пока не дошли у меня руки до того, чтобы во всем этом разобраться, но как раз вот первый же исполнитель именно про вот это GME. Если вы ждете от музыки въеба и въеба ищите, то GME даст вам въеб. Я очень проперся по нему в последнее время, и вообще у меня какая-то странная тема получилась, я вот как в Америку переехал, у меня началась какая-то одержимость британцами, я вот очень долго слушаю в основном вот британских исполнителей, которые к местному ничему отношения не имеют, не знаю, почему вот так сложилось, и GME это как раз чувак, который не выходит из моих ежедневных плейлистов очень долго, как раз из-за вот этого самого отношения. На фоне того, какие там битосы, кажется, что он вообще особо не читает, потому что по уровню экспрессии несравнимо, но какую сумму это рождает, и опять же, какое оно вот именно давящее на тебя, и такое вот нападающее, при этом без криков, скримов и всего такого, а именно, знаете, на вот каком-то, на брутальном, на больших яйцах сделано, ни с чем не сравнимо, мне очень нравится. И благодаря именно таким исполнителям, я понимаю, что стал гораздо лояльнее относиться к электронной музыке вообще, потому что именно вот такие штуки лично меня заставили ее больше полюбить, может и вас заставят. Далее идет Боб Вилон, и он один из самых неизвестных исполнителей, наверное, в этой подборке, но тем не менее, в ту же топку вот рэкорэпа, и явно у чувака какие-то метольные референсы были, но он при этом англичанин. Для меня это сто очков вперед, и несмотря на то, что, ну, я не могу сказать прям много чего-то про его музон и про его уникальность, действительно, уникального не до хера, но вот это вот специфическое сочетание обстоятельств, оно для меня делает его просто one of the best, и мало похожего я действительно видел. Плюс слушателей у него реально немного, и если он когда-нибудь увидит, что благодаря мне его начала слушать кучка людей в России, думаю, искренне охуеет, передавайте привет. Далее, Бруси, или как он сам говорит, Бруси, и это в ту же топку, что и GME, только еще жестче в некотором смысле, но, наверное, больше танцевальней. Тут как раз очень сильно раскрывается, насколько много все-таки инфлюенсы электронной музыки в грайме есть, и здесь как будто все в первую очередь ради этой музыки, но также самое интересное в что GME, и что Бруси в том, как они умудряются читать на минуса, в которых, казалось бы, места уже нет, вот уже просто столько всего там долбит, пердит, бубнит и стучит одновременно, что вот, казалось бы, куда там еще читать? Нет, он умудряется, и если вы такой же гиперактивный, блядь, вечно прыгающий дурачок, как я, то, возможно, для вас это будет вот то, что доктор прописал. Потому что вот такой движовости просто в рэпе добиться, я не представляю, каким образом возможно, и тоже, я думаю, что слышал однажды на стримах сектора термин газовая ебля, вот каждый второй трек Бруси рано или поздно приходит газовая ебля, и скажу вам честно, я это люблю. Эта песня даже не нуждается в представлении, если вы не слышали ее название, то вы наверняка слышали ее. Это саундтрек к фильму Трейнспотинг группы Underworld Burn Sleepy. Эта песня, кстати, и в ТикТоке, что-то в последнее время вирусится, видимо, ей дали второе дыхание. Это величайшая электронная музыка, по факту классика электронной музыки, и она в то же время экспериментальная, как там работает язык, стихосложение, и как ебошит она. Очень подходит для фильма, который одновременно смешной, молодежный, стильный, и злободневный, жестокий, и, ну, с понятной моралью. Мне нравится, что эта песня и танцевальная, но одновременно с тем она экспериментальная, и даже она как бы вводит в транс. Так и хочется под этот трек выбрать жизнь, выбрать карьеру, выбрать посмотреть канал Пустое Множество, выбрать холодильник, выбрать или ящик на полстены. Я не знаю, правда, что захотели выбрать вы, выбрать жизнь или еще что-то, я выбираю дальше монтировать ролик. Далее идет точно самый неизвестный участник этой подборки, по совместительству еще и единственный русскоязычный, но я не могу его не упомянуть в этой связи, это Рейбакс. У чувака, к сожалению, даже нету нормального ни одного альбома, да что там альбома, нету ни одного полноценного самостоятельного трека в Спотифай, только записи с батлов и фиты. Но если ты вот друг мой сердешный, текстодрочер, то зацени, что делает Рейбакс, потому что такого, в принципе, управления языком, как у него, я не то же давно не видел, наверное, никогда не видел. Потому что много русских граймеров я встречал, которые вот как-то переложили слова русские на эти вот раскладочки британские, добавили очень много мандем, бадман и вот всей вот этой вот херни одновременно, и, ну, получается, грайм на русском. В случае с Рейбаксом это именно работа со словом какого-то запредельного уровня. То есть, то, как чувак строит тексты, бля, я хочу так же. Меня очень вдохновляет это. Безусловно, это опосредованное отношение имеет вот к музыке, как к музыке. Это все-таки в первую очередь текстодроч, флоу-дроч, рэпа-дроч и все остальное, но я просто одержим в последнее время тем, как пишет Рейбакс, и если вы из тех же самых, то настоятельно советую найти подборку его раундов с онлайн-баттлов на ютубе, посмотреть его офлайн-баттлы. Это твой макунг-опус, я закапываю пост на ногту, в земле селекта шмет пуск, я устраиваю попуск, каждый бар от ногту просто воздух, и хорэ козырять тут базами, твой скелет, и вот вообще там в разных концах интернета, блять, отовсюду собрать по крупицам кусочки его творчества, настоятельно рекомендую баттл с ногту, баттл с отто, и также его финальный раунд на вроде граймова хия баттл, который против эмси Тихомирова. И на самом деле глобальная история с Рейбаксом очень печальная, потому что чувак уже с Рэмом фитует вот в первую очередь из-за скилухи своей, потому что ну реально очень впечатляюще, но вот я думаю, ну соберется он, ну потратит до хера денег и времени, очень постарается запишет альбом. Ну какова вероятность, что его не разочарует реакция? Вот, и при том тоже, если она его разочарует, ну прекрасно я его понимаю, и прекрасно я понимаю, что он так долго с этим телится, собирается, и никак ничего не дропает, потому что все-таки тех, кто это вот все дело прям заценят, ну немного их, и не так много тех, кому прям так нужен русский грайм, надеюсь сейчас хайп, который он получает с батлов, тоже смешно говорить, конечно, что он получает хайп с батлов в 24-м году, но это реально происходит, потому что реально уникальный звук, надеюсь, после этого видоса ряды его фанатов пополнятся, и начнут его спамить, запиши, блять, альбом, запиши, блять, альбом, а когда он его запишет, будут писать, да ладно, ничего страшного, зато мне понравилось, и последний, кого я в этой главе рекомендую, это Уайли, и вот сейчас я его рекомендую, и думаю, зачем я его рекомендую последним, если это наоборот самая база, но тем не менее, Уайли база, это вот абсолютная классика грайма, с которой я вам настоятельно советую ознакомиться, как минимум просто вот в культурологических целях для общего развития, потому что это по-настоящему прям стильный, выдержанный музон, вот своеобразный смокинг в мире грайма, возможно у вас таких ассоциаций не будет, потому что там тоже много и танцевального, и какой-то вообще такой, казалось бы, на ха-ха движухи, но очень достойный музон, настоящая современная классика, которая до сих пор выходит, очень советую все это дело заценить. В рекомендации электронной музыки я бы также добавил Брайана Инна и саундтрек к фильму «Девять с половиной недель один-один», так и называется, если что, трек, я обожаю «Эмбиент», это классная медитативная музыка, которая, если она сделана качественно, она погружает вас в то состояние, для которого она и была создана, а конкретно альбом Брайана Инна, из которого как раз эта композиция называется «Музыка для аэропортов», он написал ее, потому что боялся летать, и если вы послушаете эту музыку, находясь в самолете, и у вас аэрофобия, не знаю, Миша знал ли ты, но лично мне очень сильно помогает это справляться со страхом полетов. Ну а фильм как раз про специфичные нарциссические отношения, и почему там играет именно эта песня сюжетная, я как-то обосновать не могу, но для меня было неожиданностью, что я ее там услышал, и поэтому формально привожу как пример. Хотя фильм тоже на самом деле с антропологической точки зрения уникален. Вот такая рекомендация. И последняя глава в этом видосе это классика для зумеров. Я постоянно сталкиваюсь с тем, что люди пропускают огромное количество базы, просто потому что не особо есть где у них это узнать. И здесь я буду называть исполнителей не просто известных, а просто глыб музыкальной истории, у которых Грэмми, звезды на Аллее Славы и всякое такое, вы миллиард раз слышали их исполнителей, если вы начнете их слушать, к вам вероятно там ваша мать или батя зайдет и такие, че у тебя играет? Серьезно? Потому что многие из них считались исполнителями из прошлого, еще когда ваши родители были молодыми, но товарищи, это вот именно та база, которую я считаю должен знать каждый, и это именно прям по-настоящему ну вот музыка, ну вот музыка, и первым же назову Стинга, здесь я не знаю насколько у вас есть такое отношение, у меня, но до этого такое было, что вот есть, знаете, ранг исполнителей, которые пишут, ну, какие-то романтичные песни, ну, вот у него голосок приятный, он там любовная любовь, в любви, ля-ля-ля, и как будто, ну чё, написать вот песню про любовь, которую вашей маме понравится, ну, Стас Михайлов же справился, ну, и есть западный Стас Михайлов какой-нибудь, нет, ребят, Sting, это вообще другая песня, и Sting, это вот прям, знаете, Music Essentials, вот, музыкальная база, в том смысле, которую нужно приценить, там, какие бы жанры вы не слушали, если вы в музыке что-то понимаете, и любите музыку как таковую, то вы найдете для себя многое в Sting'е, Sting, это прям, даже не знаю, какими словами еще описать, это вот именно что не зря суперклассика, супервечная, и абсолютно вечные песни, если вы тоже, там, не очень знаете английский, или не очень, там, понимаете, чем какой-то вокалист хорош или плох, посмотрите разборы, обзоры, их, благо, очень много, в том числе, там, разных переводов его песен на русский, товарищи, зацените, это вот, по-моему, база, бази, на я. Для следующей группы я очень жалею, что столько раз уже использовал слово база, потому что здесь хочется сказать его еще 500 раз, это Битлз, я уже начинаю видеть тиктоки, где люди говорят, что Битлз переоценены, и вот кто точно переоценен быть не может, так это именно Битлз, вот, знаете, если где-то там на небесах, вот вы верите в высшие силы, и есть какое-то вот количество песен, там, сколько-то миллиардов их, которые человечеству суждено создать, пока оно на планете Земля живет, то вот первые несколько сотен из них Битлы создали, после Битлов все песни, это уже, знаете, из ебы пошли, пришлось выдумывать другие жанры, просто потому, что вот в самом классическом Битлз уже все написали, вот все, что можно было с неперегруженными гитарами и барабанами сделать, сделали, песни Битлз, это тоже из разряда вечного, и если вы там свое зумерское сердце этому откроете, то вы это обязательно поймете, вот мне кажется, в принципе, чтобы дальше слушать музыку, как-то ее оценивать, Битлз надо знать, потому что, ну вот, была же история с тем, что отправляли в космос шаттл, наверное, шаттл называется, с разными человеческими достижениями, и в качестве музыки туда положили Битлз, совершенно не зря, и совершенно не зря, там знаменитая история, что они в какой-то момент на планете были популярнее Иисуса, потому что, вот, мне кажется, современная музоиндустрия, какой мы ее знаем, ну, современная в каком-то глобально-историческом смысле, да, во многом это все Битлы, и с очень большой вероятностью, там, ваши любимые исполнители Битлов прекрасно знают и нежно любят, и тоже, скорее всего, вот, что мы с вами, что ваши дети, что, может, даже дети ваших детей, до них каким-то образом отголоски Битлов будут долетать, потому что количество культурных мемов, которые от них остались, количество каких-то приемов, каких-то, ну, короче, дофигища всего, оно идет от Битлов, и это вот прям фундамент, прям основа, и тоже, если вы ничего из Битлов не знаете, ну, ладно, уже скачусь вот в это, стыдно, мне кажется, стыдно ничего не знать у Битлов, потому что количество хитов, которые у них есть, притом на самый разный вкус, оно удивительно, количество мега-классики, которые они написали, но, мне кажется, уже никто столько не напишет за одну жизнь, поэтому, если вы прям ничего про них не знаете, очень, очень, о-о-о-о-о-о-о-очень рекомендую ознакомиться. Моя последняя рекомендация, который относится к классике, британская группа Оазис и саундтрек к фильму эффект бабочки «Here Stop Crying Your Heart», а также саундтрек к фильму «Мамочка» Ксавьедолана, это «Wonderwall». Известные песни, и «Oasis» это, конечно же, классика, потому что это божественная музыка, которую надо знать. И песни «Oasis», хоть они достаточно простые, казалось бы, но они очень душевные, мелодичные. И это та музыка, которая греет душу. Греет душу, когда тяжело, когда плохо. Мы можем вспомнить какой-то печальный опыт, но в то же время отпустить его. В общем, «Oasis» надо знать, и справедливости ради, о многой культовой музыке, напишите в комментах, кто тоже так, узнавал благодаря разным фильмам, и только потом углублялся в альбомы, в историю группы, и вообще начинал слушать каких-то исполнителей. Я уже даже не буду говорить это, я просто ставлю Мишу, потому что, ну, реально, это база. Ну что ж, это были все мои рекомендации саундтреков из фильмов, которые стоит послушать. Меня зовут Никита Берников, я режиссер, и на моем проекте «Пустое множество» я делаю сложные разборы драматургии, эстетики, стиля, визуала, повествования, необычных, неординарных режиссеров и культового аниме. А также я пишу о необычном кино и веду смотрительский дневник в телеграм-канале. Подпишись. Там много горноты тебе понравится. Так что жду тебя на моем канале, но если ты вдруг заглянешь, будь готов принять добро вместе со злом. Так, все, Миша, твой канал, продолжай. Дальше идет Том Уэйтс. И, конечно, много разного можно рассказывать, но все равно это все упрется в голос и манеру. Просто послушайте. И вот понимаете, это как будто сейчас уже все виды криков, визгов, писков, музыки были и уже ничем людей не удивишь. Но до сих пор, мне кажется, на фоне всего остального звучит очень именно антимузыкально. И именно, ох, нихуя себе, что у тебя с горлом-то стало. А вот неповторимый тот самый вокал Тома Уэйтса. И, опять же, товарищи, вот вам однажды это понравится, мало чего подобного вы найдете. Не Гаррика же Сукачева вместо этого слушать. И прикиньте, сколько в свое время он получал хейта еще до изобретения этого термина за свою вокальную манеру. Всех смело нахуй слал. И вообще, один из примеров такого вот настоящего аутентичного стайла, который даже если вот все вокруг тебя считают, что ты просто рыгаешь в микрофон, да похер вообще на всех. И сколько в этом содержится души и жизни, просто неповторимо. И в качестве самых последних я назову The Doors. И, справедливости ради, вместо них могли быть и The Who. Не то, что они прям один в один похожи, они вообще с разных концов земли. Но я бы просто начал знакомство с эпохой вот с этой группы. Потому что тоже, ну, я много могу сказать про Doors, но я про них буду говорить плюс-минус то же самое, что и про Битлов. Что это тоже сверхклассика, что это тоже суперкрутые представители своей эпохи. И в случае с Doors я бы на вашем месте просто дал шанс. Опять же, если совсем не понимаете английский, обязательно попереводите, о чем там вот все это время они базарят. Потому что тоже, насколько интересно все это и классно сделано, насколько интересны у них судьбы, насколько клево в этом отражается блюзец и вот остается в этом вот более современном роке, ну, на то время более современном. Возможно, для вас это станет дверью вот во весь замечательный музон той эпохи, который сейчас вам кажется каким-то ретро-мьюзиком, который максимум там где-то хер пойми где играет. Возможно, именно с Doors вы начнете это понимать и тоже сверх база. И все из того, что вы сегодня слышали, подписчики моего закрытого паблика Тайник Сейна слышали давным-давным-давно. Потому что я регулярно пощу туда новую музыку, новые фильмы, новые книги, скидываю подборки Миши Углю, он со всего этого собирает посты. И уже долго-долго-долго в закрытой группе ВК собирается огромный архив из вот этих вот уникальных рекомендаций. Притом, если здесь я пытался давать что-то доступное, то в закрытом паблике есть как доступное, так совсем недоступное, как новое, так и суперстарое, как известное, так и вообще такой глубокий андеграунд, что хер пойми кто это будет слушать, а вот кто. Вы мои замечательные самые преданные зрители, поэтому если хотите поддержать канал, то на Boosty, если вы в России, и на Patreon, если вы не в России, можно оформить подписочку. И, собственно, тогда вы будете присутствовать в этом замечательном закрытом паблике с совершенно уникальным, огромным архивом рекомендаций, который никогда не даст вам заскучать, а вашему музыкальному вкусу остановиться. Еще у меня телеграм-канал охеренный, инстаграм охуительный, и моя обычная группа ВК тоже всех впечатляет. Мой замечательный мерч секты Сейна, иногда глаза нахуй вытекают от его красоты. Поэтому, если ничего этого не видели, то все это обязательно зацените. А на этом все, спасибо, что досмотрел, ты знаешь, что кнопка подписки, а! Субтитры сделал DimaTorzok